МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Крымский вопрос, которую вы можете также смотреть в эфире телеканала Эспрессо Украинского. И также впервые в эфире радио Мейдан, которая вещает на Крым уже в полной мере. Сегодня у нас в гостях такой достаточно интересный гость, особенно интересный для украинской аудитории. Это муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдар Рустамов. Салям алейкум, Айдар Бей. Айдар Рустамов недавно был избран муфтием. Как мы знаем, в Крыму муфтият был захвачен российскими оккупационными войсками и непосредственно работает под управлением ФСБ. Поэтому в Украине был создан муфтият крымский, новый, в который вошли общины крымско-татарские и из Крыма, и из материковой части Украины. Впрочем, об этом я прошу рассказать Айдар Рубея. Ну и коротко для украинской особенной аудитории свою биографию. Я с мусульманской традиции начинаю, так как нас учат Коран и Суна. Ну, меня зовут, в принципе, ты уже представил меня, вы меня уже представили. Айдар Рустамов Исау Глоб. Родился в 80-м году в Узбекистане. Родители переехали в Крым, когда я в третьем классе учился. Это был 88-й год. Это самое начало возвращения в Крым крымских? Нет, там было еще... Нет, ну массового возвращения. Массового, да. Потому что еще была раньше волна, 60-е годы. Это уже была вторая волна. Вот. Закончил обычную сельскую школу. Впоследствии Всевышний даровал такую возможность отправиться за границу, в частности, в Иорданию. Этому посодействовала наша организация, кстати говоря, Марифчи, которая занималась общеобразовательными программами, отправляла абитуриентов, студентов в Турцию. Я, в принципе, номеровался учиться в Турции. В Турцию я как бы поступал. Ну, в тот год, когда я сдавал экзамены, там был большой набор. Я попал в резерв. Мне предложили поехать в Иорданию. Ну, чтобы не терять год, я согласился. Эйдерби – это по религиозной линии образования, да? Там не было такого понятия, как религиозная, хотя квоты там было в виде квот. То есть там каждый был волен выбирать, в принципе, тот факультет, который он пожелал. И какой вы выбрали? Я выбрал, год проучился. Ну, сначала я отучился язык, выучил год, сдал экзамен. Затем поступил на факультет исламский, ислам, то есть шариатский, то есть исламское право. Вот. Ну, год поучился, как бы, а потом перевелся на арабский язык и литературу. Я так его закончил, арабский язык и литературу. То есть арабский филолог, арабист, да? Да, да, да. И, как сказать, мусульманский юрист, если так можно выразить. Ну, можно так сказать, да. Но я перевел немалое количество книг на исламскую тематику, поэтому, так сказать, багаж довольно-таки неплохой. Ну, и впоследствии здесь, значит, я работал переводчиком сначала, переводил, потом и предпринимательской деятельностью занимался. Это в Киеве? Да, в Киеве. В Киеве. Вот. Ну, и вот с недавнего времени, то есть, был избран муфтием. Что вас, вот, лично вас подтолкнуло, привело в общественную мусульманскую жизнь, публичную? Осознание, осознание своего долга перед своим народом, скорее всего. Потому что, ну, как бы, я изначально всегда, как бы, не был сторонником, как бы, национальной идеи, как таковой. Я, как бы, был сторонником, вот, ислама, призыва к исламу и так далее. Ну, впоследствии, в связи с аннексией Крыма, в связи с событиями вообще во всем мире, события в Сирии и так далее, через глубокий анализ, все-таки, я пришел лично к тому, что реализовать себя надо именно в рамках национальной идеи, будучи мусульманином. То есть, есть определенный долг. Ну, я понимаю, что когда была мирная жизнь, еще до всего этого, да, можно было себе позволить мусульманину быть, ну, скажем так, вне политики, да, заниматься религией, исламскими традициями и так далее, образованием, да, но сейчас все-таки политика, она затрагивает непосредственно мусульман Крыма. Да, да, это так, так это есть. Мусульмане сейчас, крымские татары, притесняются, и, к сожалению, эти репрессии будут продолжаться, я так думаю, они не закончатся до тех пор, пока Крым не будет освобожден. Ну, то есть, и ситуация, на самом деле, утручающая. Насколько я знаю, порядка 50 уже человек от политзаключенных, крымских татар, хотя все это, конечно, завуалировано, все преподносится под соусом ярлыков, да, басламизмом, состремизмом, вот с этим. Да, порядка 20 человек вообще пропали без вести, ну, Амет Решатов, которого убили. Решат Аметов. Решат Аметов, да, которого зверски убили, то есть, это все делается так, чтобы запугать наш народ, ну, я думаю, наш народ они не запугают, вот, потому что крымский татарский народ, он народ сильный духом, то есть, у него есть сильная история, то есть, у нас мы и дважды, как бы, сожгли Москву в свое время, вот эти, поэтому нас не сломить, я думаю. То есть, и чем больше они нас будут притеснять, тем больше они будут получать сопротивление. Каким образом соотносится догма установки ислама, это я даже как вот человек нерелигиозный спрашиваю, мне интересно, да, с национально-освободительной борьбой, в частности, констатарского народа. Насколько Коран поощряет, обязывает, одобряет или не одобряет людей, которые борются за свою родину, за свою свободу? Ну, естественно, поощряет, то есть, любовь к родине, она, как бы, она произрастает от веры. То есть, пророк Мухаммад, мир ему, благословение Всевышнего, он до самого последнего, то есть, не хотел покидать Мекку. То есть, он когда... Он же тоже изгнанник, да? Да, 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 то есть, совершенно верно, то есть, и народ его вынудил, то есть, мекканские язычники, обладатели власти на тот момент в Мекке, и они вынудили его, то есть, и он когда покидал Мекку, он так и сказал, то есть, обращаясь, как бы, если бы меня не вынудили, я бы не покинул тебя. А он еще пообещал вернуться, насколько я понимаю? Нет, такого не было. Он сделал все, чтобы вернуться. Он остался в Медине, то есть, это там уже другая история. Вот. Ну, в общем, как я и сказал, то есть, Всевышний говорит в Коране, что он создал людей народами и племенами, чтобы они знакомились друг с другом. То есть, и в основе, то есть, это мудрость Всевышнего, что он создал всех людей народами определенными. То есть, и каждый народ, у него есть своя историческая родина, свой язык, свой быт, своя культура, свои традиции. И все это, естественно, опекается, защищается исламом. То есть, и защищать, и опекать это все, заботиться об этом, оно все, оно все непосредственно считается частью ислама. И поэтому Коран, который в том числе декларирует равенство людей и равенство народов, он запрещает одному народу угнетать другой народ. Естественно, конечно. Несправедливость – это один из тягчайших грехов. Более, этот грех в священном хадисе говорится, Всевышний говорит, о рабы мои, поистине, я запретил несправедливость самому себе и сделал ее запретной между вами. То есть, Всевышний запретил несправедливость даже самому себе. То есть, так сказано в священном тексте, в священном хадисе. Поэтому, то есть, защищать Родину – это долг. Долг каждого мусульманина. То есть, и более того, нету разногласий среди исламских ученых. То есть, если взять четыре основные школы, которые есть, масхабы, так называемые, ислами – Маликицкий, Шафидский, Ханафидский, Ханбалицкий, у нас по традиции идет Ханафидский. Они все единогласно говорят, что если пять, хотя бы пять, земли мусульман отобрано, захвачено, оккупировано, то обязанностью всех, кто проживает на этой территории, бороться с оккупантом. То есть, восставать, вплоть до того, что жена не обязана подчиняться мужу. То есть, ну, в исламе – это струк. Ну, если муж смирился, в общем, да, с этим? Вплоть до этого. То есть, вплоть до этого. Ну, это подчеркивается в книгах. То есть, абсолютность этой обязанности она подчеркивает? Конечно. Да. Поэтому, то есть, каждый крымский татарин, мусульманин, то есть, он должен, он обязан сегодня в нынешних реалиях то есть, каждый день просыпаться и задаваться мыслью, то есть, что я сегодня могу сделать для того, чтобы освободить свою родину. То есть, каждый должен об этом задумываться. Кто может рукой, тот рукой, а кто может словом. У тебя, кстати, это прекрасно получается. Тот словом. То есть, кто не может ни так, ни эдак, хотя бы сердцем, но он должен... То есть, каждый на своем месте и каждый теми способами, которые ему доступны. Естественно. Интересное дело. Вот те религиозные чиновники, которые остались в Крыму и те, которые, ну, подчинились оккупационной власти, они проповедуют несколько другое. Они проповедуют терпение, сабр, да? Говорят, что нужно терпеть и молчать. Они не замечают репрессий. Более того, они еще и доносят в российские силовые структуры на тех людей, которые мне нравятся из числа своих же крымских татар. Вот каким образом такое поведение вы оцениваете? Что это? Ну, это... Это явная лицемерие. То есть, и... Всевышний, благодаря этому событию, аннексии оккупации Крыма, во всем есть мудрость Всевышнего. То есть, он расставил все на свои места. То есть, каждый человек, он проявил себя. То есть, это жизнь, вот с точки зрения исламской философии, да, это жизнь, это поле испытаний. То есть, каждый проходит через испытания. То есть, на самом деле, человек может показать свое истинное лицо, истинную свою сущность. Играю испытания. Только через испытания, да. То есть, и когда проходят такие испытания, то есть, ну, как люди лучше воспринимают образами. То есть, если говорить образами, вот как сталь, да, то есть, она накаляется, и шлаки от нее отпадают, да. То же самое, то есть, проходит наш народ сейчас. То есть, через испытания, то есть, у каждого лицо проявляется истинное лицо. И, в принципе, как бы, канал АТР, я благодарен. То есть, эти ролики общественно-политические, социальные, они очень четко показывают, то есть, лицо тех людей, коллаборантов, то есть, которые ведут себя сегодня так, вели себя раньше так, говорили что-то одно. Гаврили, хвалили, там, Мустафу Агаджимилеву, нашего лидера, то есть, а потом на 180 градусов поменяли свою точку зрения. То есть, ну, это в чистом виде, то есть, лицемерие. А можно ли, вот такой, может быть, вопрос, неправильно заданный, такой светский вопрос, эти люди могут считаться мусульманами, которые так себя ведут, тем более возглавляя формально мусульманские учреждения? Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Всевышнего, сказал, и причем тот сподвижник, который передает этот хадис о нас, то есть, он говорит как, что практически всегда, когда пророк Мухаммад, мир ему, благословение Всевышнего, обращался к нам с проповедью, он практически всегда говорил, нет религии у того, кому нельзя доверять, или у кого нет буквально амана, да, и монет в нашей жизни тоже. Доверие, да. И нет веры, нет веры у того, у кого нет, кому нельзя доверить. И нет религии у того, кто нарушает договора. То есть, он постоянно это говорил. Постоянно, то есть, практически всегда так передает сподвижник, который передает эти слова. Но это фактически имеется в виду нарушение договоров, присяги, клятва верности, ну, вот такие вещи. Да, конечно, все это сюда подпадает. То есть, и сама формулировка, сама формулировка этого хадиса, то есть, она как бы, первый вывод можно сделать из нее, что человек все, как бы, впал в неверие, да. Но это не совсем так, потому что есть другие хадисы, которые указаны на то, что все-таки человек не выходит из ислама. То есть, это, в конце концов, решается не нами, не здесь, да. Мы можем только как люди оценить эти поступки. Совершенно верно. Просто лицемерие – это такое явление, такое явление, которое, то есть, у которого нет определенной, то есть, грани, да. То есть, человек, то есть, есть лицемерие практического характера, то есть, в исламе лицемерие делится на два вида. То есть, лицемерие практического характера, то есть, когда человек нарушает какие-то договора. Ну, обман просто. Да. И лицемерие, которое, то есть, большое лицемерие, то есть, которое уже человек и все, ввергает его в неверие. То есть, и вот эта грань просто, она, то есть, ну, то есть, каждый человек, который начинает лицемерить, лицемерить, говорить не по-моему. А все же начинается с чего? Все же начинается со лжи. Человек начинает говорить ложь, начинает привыкать ко лжи. То есть свыкаться с этим, говорить ложь, говорить неправду. Потом постепенно-постепенно все это его засасывает. Становится его работой, как у некоторых людей. Совершенно верно, да, становится его работой. То есть мысль, надеюсь, понятна. То есть лицемерие, то есть человек, встав на путь лицемерия, может уйти так далеко, что в конце концов полностью потеряет свою веру, полностью потеряет свою принадлежность к исламу. Это может быть. И наверняка Аллах знает лучше. Именно поэтому пророк Мухаммад именно так и говорил, то есть обобщая. То есть нет веры у того, у кого нет аманы. То есть аманы нет доверия, кому нельзя доверять. И нет религии у того, кто не соблюдает договора. То есть эта формулировка, она общая. Но пророк Мухаммад, кроме того, что был пророком, он был общественным деятелем еще. Человеком, который действительно влиял на мнение людей. И кроме того, он создал религию, которая по своей, насколько я понимаю, теологии по своей, она очень свободная. Свободная в плане выбора личного человека. То есть у мусульман же нет такого папы, нет патриарха. И поэтому человек больше на себя берет решение каких-то своих моральных дилемм. Так это? Совершенно верно, да. То есть института такого нет, да. То есть то, на что вы намекаете, то есть на посредничество между Богом и человеком этого нет. То есть муфтий даже не является посредником? Нет, конечно. В исламе нет исповеди, нету, да. То есть ислам в этом смысле он более понятен как бы современному человеку, светскому человеку. Которому не требуются посредники, да. Совершенно верно. Ну вот и как сейчас чувствовать себя, мысли себя мусульманам, которые находятся в окружении лицемерия, которых окружают оккупационные власти, которые все время лгут через свою пропаганду, которые используют коллаборантов, которые даже священников делают, ну в широком смысле слова, священников делают сексотами на службе, на службе спецслужбам, да. Вот как себя вести обычному верующему, как ему действовать и как ему мыслить? Опять же, то есть, да, каждый мусульманин, то есть вот эта мысль, она должна быть неотъемлемой, как бы частью нутра естества крымского датарина мусульмана в сегодняшних реалиях. То есть он обязан бороться против оккупанта. То есть теми способами, теми методами, которыми может, на которые он способен. То есть это будет все зависеть от конкретной личности, от конкретного места, от конкретного времени и так далее. От конкретного даже имама, который в этой маленькой сельской мечети находится. Совершенно верно, да. Но ни в коем случае нельзя сотрудничать с оккупационными властями. То есть есть определенные грани, которые нельзя переходить. Потому что переходя ее, особенно это касается тех людей, которые занимают какие-то там должности, какие-то посты и так далее, да. То есть грубо говоря, на которых ответственность перед общиной, которая следует за ними, да. Почему? Потому что это их поведение, ну его уже будет, ну нельзя оправдать, сложно оправдать, по крайней мере. Потому что это будет предательством. А предательство это грех. Это серьезный грех. По сути дела, вот эти так называемые религиозные чиновники или там сотрудники, скажем так, они и свои общины разрушают, таким образом морально разрушают, и в том числе представляют даже опасность некоторая для тех, для мусульман. И мы знаем случаи, когда сами вот эти ставленники оккупационных властей писали доносы на мусульман, на других, и требовали их арестовать. Совершенно верно. Ну это уже часть, на мой взгляд, это уже часть в целом вот той машины, которая есть, да. Они просто встроены в нее. Совершенно верно, да. И сегодняшние, да, имамы, которые там работают в структуре муфтиатра, они должны понимать, четко понимать, что их руками, то есть если они будут участвовать во всем, их руками, то есть притесняют, карают своих же соплеменников, соотечественников, единоверцев. То есть это, ну, я не знаю, это тяжко осознавать. Сама эта мысль, она просто удручает, просто убивает. Ну, слава Богу, у нас таких мало. Слава Богу, что большинство людей у нас совершенно других, и эти люди в достаточной степени понимают, насколько они презираемы, и они даже уже без охраны не ездят, и боятся появляться в общественных местах, боятся людских проклятий, не браются слов в их адрес, потому что крымские татары, в общем, за словом в карман не лезут, за что и страдают, в принципе. А вот вопрос, касающийся преследований конкретно. Мы сейчас видим, Найдарбей, что российская власть подает преследование мусульман, особенно последние дела, как преследование экстремистов, террористов, членов так называемой организации Хизбут-Тахрир, то есть выставляет этих людей не крымскими татарами, а некими, мы не с крымскими татарами боремся, посмотрите, мир, мы боремся с экстремистами, с террористами, хотя ни одного теракта, ни одного даже намека на теракт, ни одного выстрела, ничего этого не было, потому что крымскими татары безоружны и мирны, что бы вы ответили тем людям, которые убеждают, предположим, что я российский пропагандист, который убеждает западное сообщество в том, что мы там боремся, условно говоря, с ИГИЛом? Ну хорошо, если они борются с ИГИЛом, как говорят, то есть хорошо, почему тогда не преследуются другие какие-то секты? То есть секты на самом деле много. Другие религии, да? Да, совершенно верно. Я имею в виду, именно это имею в виду. То есть секты других каких-то религий, течений. То есть на самом деле все очевидно, на мой взгляд, кажется. Все и так очевидно. То есть это все просто ярлык. То есть все это завуалировано. Это, ну, я это называю стандартизацией. То есть вот такое слово, да? То есть им надо как бы... Подогнать крымский татар под определенный стандарт. Совершенно верно, да. То есть стандартизация идет определенная. То есть сегодня Хизбутахрир хорошо. То есть, а если завтра-послезавтра Хизбутахрир заявит, политическое заявление сделать, что они не осуществляют в связи с репрессией. Надо еще вообще доказать, что эти люди к Хизбутахриру-то причастны. Да, потому что это просто ярлык, опять же. Совершенно верно. Но я имею в виду, а если Хизбутахрир заявит завтра-послезавтра, что они не осуществляют официально, да, не осуществляют деятельность. То есть не входят даже в число их членов. В Крыму. Нет, полностью как бы. Да, все останавливается. То есть они наверняка придумают еще какое-то дело. Ну ИГИЛ будет. Ну что-то будет. Будет ИГИЛ. Будет Талибан какой-нибудь, будут какие-нибудь другие террористические организации придуманы. Совершенно верно, да. И поэтому, как бы, все мусульмане, крымские татары, которые сегодня протесняются, они обязательно должны всегда об этом помнить и всегда говорить. Говорить и делать на этом акцент. То есть таким образом мы будем просто показывать правду. То есть говорить все, как есть. Это очень важно на самом деле. И очень важно также, да, я уже обращаюсь как бы к соотечественникам, хочу сказать, что в эти дни, особенно в эти тяжелые дни для нас, то есть важно не разделяться. То есть не важно, возможно, кого-то эта пропаганда все-таки обрабатывает мозги. То есть не важно на самом деле, кто есть кто. То есть важно, что мы все крымские татары и мусульмане. Вот что важно. То есть и на самом деле тот же Эмир Алиаблаев, когда началась оккупация только. То есть он же говорил то же самое. Ну потом ему объяснили, что нужно говорить. Это бывшие муфти Крыма, которые под оккупантами находятся сейчас. То, что я сейчас говорю. Он все то же самое говорил. Но объяснили, что надо говорить потом. Да. Да. И как надо действовать? К сожалению. Вот. Я мысль потерял. Сейчас мы найдем мысль. Мысль у нас одна. Это то, как противодействовать репрессиям и как об этом рассказывать людям, которые, может быть, плохо знают крымских татар. Может быть, им действительно запудренны мозги российской пропаганды многим, да? Или какой-то антиисламской пропаганды, что вот крымские татары, а там мусульмане, значит, это, ну, будем так говорить, это что-то там нечисто. Возможно, они действительно исламисты, террористы и так далее. Вот. Может быть, даже больше для украинской аудитории нашей, которая на самом деле огромна, расскажете о том, что такое крымско-татарский ислам вообще. Вот каков он? Я вообще бы не выделял ислам, называя его крымско-татарским. Ну, для нашего народа, скажем. Или еще каким-то. Для нашего народа. То есть, ислам, он как бы не отличается от региона. Есть определенные культуры, традиции, которые... Я про это и спрашиваю. Да, становятся частью, то есть, они являются частью, то есть, вплоть до того, что в основах исламского права, то есть, есть, ну, есть, как бы, законодательство, да, то есть, как формируется законоположение в исламе. То есть, они, то есть, они выводятся на основе, там, Корана первое, там, второе, там, изречение, изречение пророка Мухаммада, миром Господь и Суши, третье, там, идет дальше уже, изречение сподвижников и так далее, да. И там, во всем этом перечне, то есть, идет аль-урф, аль-адад, то есть, быт и традиции. Поэтому, быт и традиции, какие они есть, они являются неотъемлемой частью, неотъемлемой частью ислама. В том, что не противоречит основным вещам, конечно же. То есть, это особенности народа, который вот воспринял эту религию? То есть, исторически у нас так сложилось, что на территории Крымского полуострова, то есть, распространился, если брать именно право, исландское право, распространился ханафитский масхаб. Это сунизм, во-первых. Конечно, сунизм, да. Это сунизм. Ханафитский масхаб, основателем этого масхаба является великий ученый, он же также относится к третьему поколению мусульман, о которых свидетельствовал пророк Мухаммад, что это лучший из поколений имам Абу Ханифа, вот, он основатель, считается, этого масхаба. Ну, исторически так сложилось. То есть, есть определенные регионы, где другие масхабы распространились, а вот на Крымском полуострове, на нашем полуострове распространился именно ханафитский масхаб. Казарби, это просто очень серьезный мусульманский ученый, знаете историю ислама. Я спросил и про это тоже, это очень интересно, но я немножко с другой точки зрения хотел задать вопрос, с точки зрения общественной. Наш ислам крымско-татарский, он очень веротерпимый. Он очень толерантный. Он никогда не был агрессивным. Вот те ярлыки, которые хотят навесить, используя террористические всякие там проявления, которые под знаменем ислама в других странах происходят. Вот каков наш ислам с точки зрения отношения к другим народам, верам и так далее? Я бы не называл это нашим исламом. Я бы назвал это... Это я называл, я тебе свет, поэтому... Да, я бы назвал это... Это вот на генетическом уровне в нас заложено. То есть это часть нашей ментальности. То есть мы, крымские татары, то есть все равно мы отличаемся, да, от тех же наших братьев теченцев, дагестанцев. Я постоянно об этом говорю. Ну, от всех, да. Да, конечно. У нас есть то, о чем как раз ты говоришь, да. То есть чувство веротерпимости, снисходительности, подчинения старшим. То есть это все-таки есть, оно заложено. И я это реально увидел и почувствовал, и увидел именно вот в тяжелый момент испытаний, да, когда началась аннексия. Ну, то есть несмотря на все проблемы, несмотря на... Они существуют, их немало, как бы, да, несмотря на расхождение во мнениях и так далее, то есть в момент беды, как бы, да, пошла консолидация. То есть и все начали объединяться вокруг, опять же, кого? Меджилиса, да. То есть вокруг Мустафы Демилева, Рифатова, Чубарова и так далее. То есть вот... Наших общественных, демократических, избранных политических деятельств. Совершенно верно, да. И вот это вот, это, ну, это черта именно, то есть народа, ментальности. То есть она даже на генетическом уровне, наверное, заложена. Плюс, ну, тот опыт, который у нас есть, да, государственности. То есть у нас же государственность была... Вот если вернуться к крымскому ханству, тоже, наверное, многим телезрителям будет интересно узнать, что в Крыму при ханах существовали огромное количество, десятки монастырей и православных монастырей разных. Были икраинские кенасы, были иудейские синагоги. И все это никогда не было ни одного свидетельствования о каком конфликте, тем более, там, допустим, о притеснениях, каких-то уничтожениях. Совершенно верно. И более того, то есть к этому призывает ислам. То есть пророк Мухаммад абсолютно запрещал, то есть если люди, так называемая категория людей, которые находятся под защитой мусульман, то есть пророк Мухаммад запрещал их протеснять. Есть хадисы, прямые хадисы указывающие на то, что тот, кто убьет того, кто находится под защитой, тот не будет ни ощутить запаха рая, то есть ему будет запрещен рай. То есть таких текстов много. Но это даже не в текстах, я больше говорю о практической жизни. Один из самых старейших, например, армянских монастырей тоже находится... Ты уже приводишь конкретные примеры. По Крыму, я просто рассказываю украинцам о Крыме, может быть, которого они знали больше по морю, но меньше по людям. Совершенно верно, да. То есть если уже брать конкретные примеры, то они как раз просто накладываются на то, что я говорю. Просто то, что я говорю, является основой, фундаментом. Это моральный базис такой. Да, и основой, это фундамент, то есть украинские тоже слушатели, зрители должны знать, что ислам в принципе в основе своей. То есть запрещает все это. В принципе и в основе своей. А в Крыму еще этого и не было никогда. И нет в Крыму никаких примеров. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, конечно, особенно нелепо и мерзко, что ли, подло смотрятся вот эти попытки выставить крымских татар террористами. Поскольку даже, ну это вообще даже, действительно, это даже сложно опровергать, потому что, ну это, как я не знаю, там, назвать черным и белым, да. И вот эти все попытки навязать крымским татарам в глазах мирового сообщества, там, в глазах жителей разных стран, вот этот имидж. Кстати говоря, по поводу Хизбут Ахриры того же. В 2005 году, то есть муфтий на фигула Аширов азиатской части России, он дал экспертное заключение о том, что Хизбут Ахрир, его деятельность, он не видит там никакой там террористической... Ну там же нет терроризма по факту никакого. Нет, это, кстати говоря, то есть в самой же России, один из муфтиев России давал такое заключение экспертное. То есть эта информация доступна, можно в сети прочитать. Но это, к сожалению, это машина, опять же, это машина, то есть прокуратура заставила... А теперь он, наверное, эти слова уже не повторит. Ну да, совершенно верно. То есть он отказался от этих слов там, или это... Ну, в общем, понятно. В общем, опять же, мы все разочараемся к Ирлакам. Суть дела стоит в том, что нам нужно бороться, нам нужно бороться вместе с украинцами, объединив свои усилия и свои усилия крымских татар, которые живут на полуострове. Я благодарю вас, конечно, за вашу деятельность, за деятельность ваших подвижников, которые, даже имея смелость и проживая в Крыму, поддерживают вас в вашем новом деле, для вас в создании муфтията. И я знаю, что слова поддержки приходят к вам со всего Крыма, и что крымские татары знают и прислушиваются к тому, что говорится здесь, на свободе, а не там, в оккупированном Крыму, где вся риторика, в том числе религиозная, направлена на поддержание оккупации как можно дольше. Чок Саулнус, Айдарбей. Сынгиды Саулнус. С нами в эфире. С нами в эфире был муфтии Духовного управления мусульман Крыма, Айдар Рустамов. Всем вам доброго, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова